Марти Ларни. Четвертый позвонок или мошенник по неволе. Читает Геннадий Постригайло. Друг мой, друг мой, не пытайся достоверно изобразить нас, лучше говори, преувеличивая. Джером Клапка Джером. Глава первая. Как герой нашей повести Иеремия Саума Лайнен сделался гражданином вселенной. Родителям нашего героя следовало бы хорошенько подумать, прежде чем дать имя своему ребенку. Ему досталось имя Иеремия Иока Хайнен, и вот при каких обстоятельствах. Накануне Кристин молодой отец крепко гульнул с приятелями. Наутро ему пришлось безропотно выслушать от жены целый поток слов, не сводивших неопытного супруга до уровня последнего ничтожества. Поэтому, когда родители несли крестить ясноглазого мальчика, они мрачно глядели в разные стороны. Над супружеской жизнью, начавшейся год назад, нависли первые тучи. Это заметил только священник. Ребенок, по счастью, был еще как бы в стороне от жизни. Мир для него ограничивался пеленкой да руками матери. Когда священник, готовый совершить обряд, осведомился у родителей о том, как они хотят назвать сына, губы матери напоминали плотно сжатые тиски, и отвечать пришлось ее супругу, хотя он был к тому не более расположен. — Что, если назвать его по отцу, Иеремия Юкахайнен, — произнес он через силу. — Ну, впрочем, второе имя можно и опустить. Поскольку иных предложений не поступило, первый сын коммерсанта Иеремия Юкахайнена Соумалайнена получил имя своего отца. Это произошло в городе Виепуре сентября четвертого дня в лето Господа нашего 1908-е. Семь лет спустя крупнейшее в Виепуре предприятие по переделке детей в отъявленных сорванцов, городская народная школа, перекрестила Мальчугана в Иере Соумалайнена. Мальчик много выстрадал из-за своего имени. Вероятно, по этой причине он и вырос грамотным человеком. Он захотел стать педагогом и поступил в университет. В наказание за это его по окончании послали учительствовать чуть ли не в самую Лапландию на целых четыре года. Являясь обыкновенным заурядным человеком, он сумел это понять, что само по себе весьма большая редкость, так как обычно никто по собственной воле не желает признавать себя посредственностью. Иерой признал и продолжал учиться. Четыре года спустя он уже был обладателем трех дипломов. К этому времени его неотъемлемыми признаками стали выпуклые очки, тросточка и неодолимое желание говорить по-английски. Он занимался языками и литературой до тех пор, пока не обанкротился отец. К этому времени Иера уже вступил в тот возраст, когда человек начинает терять волосы, зубы и иллюзии. Однако он сохранил все эти атрибуты молодости и сделался журналистом. После смерти матери отец его попал в дом презрения, а Иере все еще не помышлял о женитьбе. Слишком часто ему случалось видеть, как пылкий молодой человек приходил просить нежной руки девушки, а получал крепкое колено ее отца. Иере Саумалайнын работал в иностранном отделе газеты «Новости дня». Хотя он питал склонность к наукам, а вовсе не стремился воевать, ему довелось принять участие в двух войнах. Честно, как и все ученые люди, исполнял он воинский долг в батальонной кухне, а потом на посту ротного писаря и за неделю до демобилизации получил звание капрала. После войны «Новости дня» послали его своим корреспондентам в Лондон. Через год его отозвали, потому что из Лондона он не писал ничего, кроме писем своим немногочисленным знакомым. Как журналист он долго оставался неизвестным, подобно тому, как оставались неизвестными многие писатели, впоследствии ставшие знаменитыми. Но потом его открыли. Некий профессор права, полагавший, что правдой можно заработать столько же, сколько и ложью, назначил Иересу Омалайнена главным редактором своей газеты «Правдивое слово». Отныне его жизненным кредо и единственной целью стало говорить правду. «Правдивое слово» упивалось разоблачениями и страдало от цензуры. Разоблачениями занимался и Ера, а борьбой с цензурными запретами и штрафами владелец, издатель газеты. Обоих многие ненавидели и побаивались. Популярность правдивого слова была велика, ибо люди относились к правде с живым интересом. Девизом газеты была крылатая фраза Шопенгауэра «Правда не потаскушка, которая вешается на шею каждому, даже тому, кто не желает ее знать», а также собственное изречение профессора права Колунова «Без правды я готов быть волком». Имя Еры Суома Лайнена окружил светлый ореол славы. Какой-то проповедник из Куусама назвал его «самым правдивым газетчиком на свете», хотя в городском суде склонялись к тому мнению, что магистра Суома Лайнена следует безотлагательно лишить свободы, как величайшего на свете лжеца. Правдивое слово высказывалось то за, то против, по большей части за Финляндию и против некоторых других стран. При этом газета так обнажала собственную спину, как ни одна из дам на балу в Адлоне. Редакция забыла, что газета не может состязаться с нынешними дамами в самообнажении, не рискуя попасть под суд. Правдолюбие Еры Суома Лайнена постепенно превратилось в петлю, затягивающуюся вокруг его шеи. Его заклеймили как антипатриота, как опасного фантазера, для которого самым разумным было бы помалкивать, а еще лучше расстаться с родиной. Но Ере хотелось сказать еще многое. У него было больше невысказанных мыслей, чем у трудолюбивого крестьянина зерна, а у лодыря ссора. И он говорил неутомимо. Говорил до тех пор, пока его не заставили отдохнуть в Катаянокской тюрьме. Восемь месяцев Ере молчал. Когда он снова получил возможность пользоваться гражданскими правами, его открыли вторично. На сей раз открывателем был некий, гостящий в Финляндии, американский Финн, с которым Ере случайно встретился за одним столиком в ресторане «Алко». Это был господин по имени Исаак Риверс. По профессии массажист, по званию врач-физиотерапевт, по внешности сангвиник, а по природной склонности большой любитель пива, привыкший заботиться о том, чтобы горло его всегда было смочено, так же, как волосы напомажены. Знакомство состоялось после третьей кружки пива, и они сразу же перешли на «ты». «Ты живешь вовсе не в той стране, в какой следует, мистер Сумалайнен», сказал физиотерапевт, бегло ознакомившись с биографией Ере. «Я бы с твоими способностями давно переехал в Америку, где сосредоточено все, что есть величайшего в мире». «Я не совсем понимаю, что ты имеешь в виду», отвечала Ера. «Я ведь по профессии преподаватель иностранных языков и журналист, а в Америке, кажется, нет недостатка ни в тех, ни в других». «О, конечно, недостатка нет, это верно. Но я же сказал, что Америка держит во всем мировое первенство. И поскольку ты, как я узнаю, величайший на свете правдолюбец, дядюшка Сэм наверняка примет тебя с распростертыми объятиями». Ера на минуту отдался размышлениям, а затем задумчиво произнес. «Я душой и телом Финн. Об этом говорит даже мое имя. Не могу я бросить родину». Мистер Риверс снисходительно улыбнулся. «Родина для человека там, где он может свободно говорить правду. Из тебя быстро получится гражданин вселенной. Только тебе надо переименить имя на Джерри Финн. Да, но говоришь ли ты по-английски?» «Почти так же хорошо, как англичане и лучше, чем американские финны», отвечал Ера с некоторой гордостью, потому что в его крови накапливались градусы, и он достиг той степени опьянения, когда у человека на кончике языка скачет маленький хвостунишка. «Ну вот, окей», — воскликнул мистер Риверс, который 42 года назад мальчишкой батрачил в здешних краях, и которого в водной деревне Илмайла звали когда-то Исаки Йоккинен. И случилось так, что судьба поплевала на палец и перевернула страницу, как сказал бы наш писатель Хенрикки Юти Лайнен. Мистер Исак Риверс и журналисты Еры Суома Лайнен стали хорошими друзьями. Ера всерьез решил сделаться гражданином Вселенной, а мистер Риверс сам предложил быть его поручителем. На другой день они отправились в консульство Соединенных Штатов. Мистер Риверс излагал консулу суть дела, а Ера служил им переводчиком. Ера сделал решительный шаг. Подал в консульство заявление со всеми нужными бумагами и предупредил профессора Колунова о своем уходе с поста редактора газеты и как только будет получено иммиграционное разрешение. Профессор Права, толстяк, обладавший званием почетного доктора одиннадцати иностранных университетов и маленькими живыми глазками, пронзил Еры взглядом и с удивлением спросил. — Зачем это? — Мне нужно переменить климат, — отвечал Ера. — Неправда. Вы величайший на свете лжец. Вы обманываете даже тогда, когда говорите правду. — Главное быть хоть в каком-нибудь отношении величайшем в мире, — не без скромности заметил Ера. — Вы вечно чем-то недовольны, — продолжал одиннадцатый почетный доктор. — Вам нужен райский климат и избранное общество преисподней, иначе вам все не по душе. — Так, стало быть, перемена климата? — Вот именно. Особенно не по душе мне пришелся климат тюрьмы. — А как же идеалы? Год назад вы обещали посвятить всю свою жизнь правде и только правде. Эмиль Золя говорил, — правда отправилась в далекий путь. — Я тоже отправляюсь, — перебил Ера. Правдолюбивый юрист двинулся на Еры, словно танк, глядя ему прямо в глаза и подавляя всякую попытку захватить инициативу в разговоре. — Господин магистр, — проговорил он не без иронии, — у французов была поговорка «Лучшее лекарство от перхоти — гильотина». А я вам скажу, — лучше от решения от правды покинуть редакцию правдивого слова немедленно, не дожидаясь иммиграционного разрешения. В жизни Ера это был шестнадцатый случай, когда ему давали полный расчет. Он поспешил в гостиницу Хельсинки, чтобы повидать мистера Риверса, но тот испарился, словно эфир. Лишь в книге записи приезжающих появилась лаконичная отметка. Уехал обратно в США. Ера снова оказался носителем свободы мысли и частной инициативы. Поскольку в результате правдолюбивой газетной деятельности у него не оставалось ни малейших шансов вернуться к учительству, он стал давать частные уроки тупоголовым второгодникам и едущим за границу коммерсантам. Знание языков у тех и других было примерно равноценное. Некоторым приходилось придерживать пальцами челюсть, чтобы с грехом пополам выговорить два-три английских слова. А иные оптимисты надеялись овладеть иностранным языком, таская учебник в кармане. Ера не пытался поколебать в них этой уверенности, поскольку ему надо было как-то жить. Через полгода Ера получил от мистера Риверса следующее письмо. Бруклин, января 6-го, 1952. Мистер Джерри Финн. Привет отсюда с большого мира Нью-Йорка. Уже ли ты готов приехать? Следовало бы расширять бизнес. И нуждаюсь твоей помощи. И писал туда, в консульство в Хельсинки, и просил их ускорить. Итак, дела, олрайт. По возможности, лучше полный сеанс, делать деньги на пару. Полагаю, потом будешь иметь большой саксес. Как говорили, итак, пиши сразу, как едешь. Тебя приветствую, мистер Исаак Риверс, доктор. Иерра ответил доктору Риверсу, что ждет своей очереди. С этого момента он сделался грустным, ушел в себя и начал читать Шопенгауэра. Ему доставило бы удовольствие написать доктору Риверсу несколько правдивых слов. Но он испытывал невольное почтение к человеку, который прожил на свете 64 года. Впрочем, он теперь отлично понимал тех, кто уважает только возраст Винда Коньяков. Чтобы не замедлять течение нашей повести, опустим целый ряд важных подробностей, перешагнем через психологические обоснования и перенесемся из января прямо в июнь. Незадолго до Иванова дня Иерра Саума Лайнен свято поклялся, что не собирается свергать правительство Соединенных Штатов силой оружия, что на его репутации нет политических пятен, и что им движет искреннее желание стать гражданином Вселенной, обе ноги которого твердо стоят на земле, а обе руки воздеты к небу. После долгих перекрестных допросов чиновники подвергли исследованию его воинский билет, отпечатки пальцев, легкие, сердце, мочу, кровяное давление и семейное положение. Установили, что Иерра Саума Лайнен не находился под опекой, что у него не было внебрачных детей и алиментных обязательств, что в его роду никогда не замечалось умопомешательства, алкоголизма, многоженства, шестопалости, клептомании, боязни темноты. Для читателя, может быть, важно сразу же узнать и приметы Иерра Саума Лайнена. Рост 6 футов и 2 дюйма. Вес 183 американских фунта. Раса белая. Цвет глаз при электрическом освещении серо-стальной, при дневном – голубой. Цвет волос довольно светлый шатен, в напомаженном состоянии – беличьи-рыжеватый. Форма лица довольно продолговатая, нос – прямой и обыкновенный, зубы – собственные. Прочие приметы. Бороды не носит, фон ногтей относительно светлый. На голенях и предплечьях – обыкновенный волосяной покров. Говорит по-фински, по-шведски и по-английски. Носят очки и не видят в темноте. По натуре не агрессивен, несколько застенчив, а иногда склонен к широким жестам. Дал без перереканий отпечатки пальцев дюжину фотографий и назвал размер ботинок. Без сопротивления согласился на прививку оспы и сыпного тифа и поклялся честью и совестью, что все данные им сведения верны. Итак, Иересу Малайнен превратился в гражданина вселенной. До отъезда из Финляндии он сменил имя и фамилию на Джерри Финн, о чем в официальном вестнике и в новостях дня были даны соответствующие объявления. В силу этого читателю придется отныне распроститься с господином Иеремией Соу Малайненом. И мы ничего не добавим к его доброй и славной родословной. Ибо мы ведь отлично знаем, что большая часть каждой родословной всегда находится под землей, тогда как мистер Джерри Финн поныне ходит по земле. Глава вторая Джерри Финн становится ассистентом хиропрактика и приобретает молоток В жизни человека, впервые пересекающего океан, наиболее запоминающимся моментом является прибытие корабля в Нью-Йоркскую гавань. Но поскольку на эту тему до нас уже написано более 60 тысяч книг воспоминаний и столько же рекламных проспектов туристических бюро, мы ограничимся тем, что покажем мистера Джерри Финна уже в тот момент, когда он, выдержав строгий четырехчасовой перекрестный допрос и обыск, сошел, наконец, с корабля на берег. Ко всем мелким формальностям он отнесся по возможности добродушно, понимая, что в подобных случаях известная подозрительность властей естественно и уместно. В начале его подозревали в том, что он злостный контрабандист, тайно перевозящий драгоценные камни и наркотики. Затем его принимали за политического эмигранта, шпиона, распространителя порнографической литературы, физика-атомщика, за повсеместно разыскиваемого убийцу. Пока, наконец, не поняли, что он всего лишь один из множества невинных искателей счастья, которые, возможно, и не попадут в рай, но, по крайней мере, вполне могут заседать в церковном совете. Подозрение вызвала его фамилия, потому что в картотеках тайной полиции Соединенных Штатов числилось более двух тысяч мужчин, носящих имя Финн. Но если бы Иера сохранил свою прежнюю фамилию, его сразу же отсеяли бы, так как подобные имена, по мнению иммиграционных властей, никто, кроме финнов, не может произнести. И все-таки на душе у Джерри было удивительно легко, когда он в одном нижнем белье расхаживал по следственной комнате, где полицейские и таможенные чиновники вели свои дознания, и из окон которой открывалась внушительная панорама нью-йоркских небоскребов. Следователи тоже были в веселом настроении. Их, вероятно, развлекал вид этого нового переселенца в кальсонах, сильно потертых ниже спины, что ясно свидетельствовало о принадлежности нашего героя к классу сидячих тружеников. Окончив милые формальности, чиновники поздравили Джерри со вступлением на американскую землю и, пожелав удачи, сдали его с рук на руки ожидавшему на берегу Исаку Риверсу. Мистер Риверс был рожден оптимистом. Он всегда видел в человеческих невзгодах светлые стороны. — Радуйся, ты очень легко отделался. Многие попадают на остров Элис-Айленд и там ожидают решения своей судьбы. — Но где же твой багаж? — Со мной, — ответил Джерри с безмятежной улыбкой, помахивая небольшим портфелем. — Это все? — Все. — Понятно, почему ты навлек на себя подозрения полиции. Переселенцы обычно везут с собой горы всякого барахла. Ну, конечно, дорогие воспоминания. — Мои воспоминания в сердце, — сказал Джерри, продираясь вслед за приятелем сквозь человеческие джунгли. — Сегодня мы не будем осматривать город, а поедем прямо в Бруклин, — сказал Исаак Риверс, когда они, усиленно работая локтями, выбрались с территории порта и достигли автомобильной стоянки. Джерри без сил вполз в машину и уселся на переднем сиденье рядом со своим будущим компаньоном. Через минуту они уже попали в самую сутолоку нью-йоркского движения. Манхэттен — деловая часть Нью-Йорка, а Бруклин — его спальня. Они направились в эту спальню гигантского города, где четыре миллиона человек спали и шумели круглые сутки, и где Финн по рождению доктора Риверс вот уже почти три десятка лет занимался частной практикой. У Джерри была склонность к пессимизму. В самом деле, сколько раз он из двух зол выбирал оба, сколько раз ему доставалась от бублика одна дырка, а от ореха пустая скорлупа. И теперь, сидя рядом с доктором-самоучкой и слушая его лекцию относительно хиропрактики, Джерри начал скатываться к самому мрачному пессимизму. Он не знал даже азов этой самой хиропрактики, а нынче вдруг оказался компаньоном и ассистентом доктора. Они счастливо проскочили на Бруклинскую сторону и уже приближались к 41-й улице. Но вдруг внезапно движение остановилось. Началась перекличка автомобильных гудков, переходящая в сплошной болезненный вопль. Аккомпанементом к нарастающему трубному реву служили свистки и крики. Джерри бросил встревоженный взгляд на товарища и спросил, — Случилось несчастье? Мистер Риверс покачал головой. — Не думаю. Готов держать пари, что это просто какое-то шествие, которому мы должны дать дорогу. Закурим. Он угостил Джерри сигаретой и спокойно продолжал. — К этому надо привыкать. Здесь тебе не старый свет. Среди общего шума послышались приближающиеся звуки фанфар и барабанная дробь. Вот показалась и голова шествия. Впереди двигался торжественным маршем отряд из полусотни девиц в купальных костюмах. Поднося к губам длинные медные трубы, они покачивали в такт марша своими красивыми бедрами. Мистер Риверс многозначительно откашлялся. — Кх-кх-кх-кх. Когда женщина одевается таким манером, она особенно нравится мужчинам и комарам. Я подозреваю, что это шествие связано с забастовкой портовых рабочих. Но когда показались первые плакаты, мистер Риверс поспешил рассеять недоразумение. — Нет, я, кажется, ошибся. Это всего лишь обыкновенная реклама. Джерри сидел, согнувшись как в церкви, и пытался сквозь окошко автомобиля разглядеть девиц в купальных костюмах и плакаты над их головами. Мистер Риверс рассмеялся. — Ха, теперь мне становится ясной вся затея. Это просто сионская музыка, возня смиренных грешников. Понимаешь ли, новое религиозное направление, которое вот уже недели две бьет во все барабаны. — Значит, церковная реклама? — удивился Джерри. — Ну да, что-то в этом роде. Ерунда, не стоит смотреть. Но Джерри смотрел. Прекрасная блондинка на обнаженной спине, которой не было видно ни единого позвонка, держала над головой громадный плакат со следующим многозначительным текстом. — Миллионы людей придут сегодня в Хаггардсквер, где всемирно известный пастор Гин Петерсон будет говорить о новом христианстве. Приходи и ты. Вступи в наше братство и оставь ему свое завещание. На другом плакате красовалась еще более сильная фраза. — Наше братство гарантирует вечное блаженство. Мистер Риверс достал из кармана пилочку и занялся своими ногтями, а Джерри продолжал читать призывы дня. — Приходите слушать могучую проповедь пастора Петерсона. Он — отец одиннадцати детей и недавно вернулся на родину после успешной миссии в Африке. Всемирно известная кинозвезда Лиллиан Тутти вступила в наше братство. Вступай и ты. Мы боремся за новое христианство, и нам не страшны угрозы инаковерующих. Джерри тер глаза и тряс головой. Ему казалось, будто он когда-то видел нечто подобное во сне. Он пытался говорить, но не смог. Мистер Риверс усмехнулся. — К этому надо привыкать. Шествие красивых девушек в купальных костюмах продолжалось. Мало-помалу Джерри сделал интересное открытие. Все девицы были, как две капли воды, похожи друг на друга. Мистер Риверс мудро пояснил, что единообразие определяется всеобщим стандартом, отступать от которого не может никто. Процессия текла и текла. И вот с ними уже поравнялся второй оркестр. Он играл в бодром темпе какую-то грустную мелодию Шопена. Следом за оркестром двигался обитый черным сатином грузовик, на платформе которого помещалась колоссальных размеров Библия. По борту машины была выведена серебряными буквами надпись. — Сатана приходит в ярость, узнав, что мы теперь за полцены продаем новый перевод Библии. Джерри закрыл глаза. Ему пришли на память слова матери. Множество людей верит в Бога, но немного находятся таких, которым верит Бог. Видимо, процессия заканчивалась, потому что стали громче слышны аплодисменты и свистки, сопровождавшие ее публики. Замыкало шествие шеренга из десяти сестер, как одна окрашенных блондинок, несших над головами плакат. Эту рекламную процессию организовали и финансировали следующие фирмы и компании. Следовал длинный перечень имен, названий, фирменных знаков, и, наконец, все завершалось красивым финалом. — Покупайте товары у тех фирм, которые поддерживают новое христианство. Автомобильный хвост длиной в добрых две мили медленно двинулся и стал набирать скорость. Мистер Риверс повторил уже в девятый раз. — К этому надо привыкать. Здесь тебе не старый свет. — А? Ты что-то неразговорчив? — Да, это точно. Совсем наоборот. Я подумал об этой небесной ярмарке, — выжил из себя Джерри. — Туда многие торопятся. Да вот беда. Оттуда никто не возвращается, — сказал мистер Риверс. — Да что об этом толковать? — Во всяком случае, немного странно, — вздохнул Джерри. — Ничего странного тут нет. Пора бы тебе знать, что христианин — это человек, сердечно любящий всех тех, к кому не испытывает ненависти. Наконец мистер Риверс остановил свой купленный в рассрочку пантиак у пятиэтажного дома и сказал. — Вот и прибыли. Это наш Бруклин. Мистер Риверс занимал квартиру на втором этаже. На дверях красовалась металлическая дощечка. Доктор Исаак Риверс — хиропрактик. Прием ежедневно. Рядом была приколота бумажка. Сегодня приема нет. Мистер Риверс снял бумажку и сказал мистеру Фину. — Из-за тебя сегодня прогулял. Несколько долларов, конечно, пропали, но да ничего. Попытаемся вернуть их общими силами. Джерри почувствовал глубокую симпатию к человеку, который ради него пожертвовал целым днем, да еще и долларами. Джерри знал, что деньги работают и наращивают проценты как в будни, так и в праздники. Люди не зарабатывают деньги, а делают их. Докторское жилище мистера Риверса явилось приятным сюрпризом для мистера Финна. В пятикомнатной квартире, обставленной по хорошему стандарту, было просторно и очень чисто. Кухня выглядела как маленькая лаборатория, а приемная была точь-в-точь как приемная настоящего врача. Мистер Риверс уступил Джерри собственную спальню с обычной деловой оговоркой. «До тех пор, пока ты не станешь на ноги и не обзаведешься своей квартирой». После этого конструктивного замечания, наметившего определенную перспективу, компаньоны уселись в уютном холле и, потягивая пиво из больших кружек, начали составлять соглашения о совместной работе и взаимной помощи. Будущие функции гражданина вселенной Джерри Финна строились вне всякой связи с его прошлой деятельностью. Джерри раньше всегда относился скептически к избитой фразе современных романов. Отныне он начал жизнь сначала. Но вот он сам попал в такую ситуацию, когда все, решительно все, надо было начинать с самого начала. Какими удивительными провидцами, оказывается, бывают писатели. Мужчины особенно интересны, когда у них есть будущее. Женщины же, наоборот, когда у них имеется прошлое. Джерри опасался, что для него теперь нет ни прошлого, ни будущего. Его прошлое оборвалось в тот момент, когда у него сняли отпечатки пальцев, а будущее упиралось в хиропрактику. Мистер Риверс выработал для него новый житейский устав. Отныне на Джерри Финна ложились заботы о кухне и приготовлении пищи, уборке комнат и респектабельности приемной, а главное — о рекламе совместного предприятия. «Я буду платить тебе 30 долларов в неделю. Это оклад. Плюс по доллару за каждого нового пациента», — закончил мистер Риверс получасовое наставление, в продолжении которого Джерри чувствовал себя так, словно его приперли к стенке скамейкой. Он соглашался на любые работы по хозяйству, но когда мистер Риверс заговорил о рекламе, тут небо показалось ему с овчинку. «Я, пожалуй, не гожусь для рекламы», — пролепетал он почти в отчаянии, расстегивая воротник рубашки. Для мистера Риверса это было прямо-таки сюрпризом. «Не годишься? Но ведь только на этом и основано расширение нашего бизнеса. Ты добываешь больных, я их лечу. В этом все дело. А попутно я обучу тебя профессии. За два года сделаю тебя доктором». «Доктором?» «Ну да, современным доктором, физиотерапевтом». Джерри зажмурил глаза, как девушка, рука которой нечаянно коснулась руки юноши. Но мистер Риверс не забывался ни на миг. Он достал из холодильника еще пару бутылок пива, пожевал соленых земляных орешков и повторил уже в пятнадцатый раз. «К этому надо привыкать. Здесь тебе не старый свет». Джерри покачал головой. «А как же я сумею рекламировать хиропрактику?» «Как угодно. Ты ведь учился чему-то там в старом свете?» «Да, но хиропрактика у нас не преподавалась». «Я думаю, там ведь во всем ужасная отсталость. Удивительно, как они еще раз добыли хоть несколько подержанных автомобилей». Джерри хотел было обидеться, но потом вспомнил, что он ведь гражданин вселенной, и не к лицу ему национальные предрассудки. Он встал и подошел к окну, за которым открывался бруклинский пейзаж. Непрерывным студенистым потоком двигались автомобили, на тротуарах кишела толпа. Казалось, все куда-то спешат. Люди дорожили временем, полагая, что время — деньги. И тем не менее, у большинства времени было гораздо больше, чем денег. «Если хочешь, можешь прогуляться на свежем воздухе», предложил мистер Риверс после минутного молчания. «Только не ходи далеко, а то заблудишься». Мистер Риверс говорил отеческим тоном, подобно старым холостякам, которые с удовольствием дают молодежи благие советы, если уж не могут более служить ей дурным примером. Джерри одобрил предложение мистера Риверса и начал собираться. Хиропрактик проводил его до порога, продолжая свои добрые наставления. «Через час наступит темнота, и тогда надо быть осторожным. Видишь ли, тут тебе не старое тихое захолустье. Тут вечно что-нибудь случается. Я никогда не хожу без оружия». «Оружие?» — повторил в изумлении Джерри. «Конечно, у меня всегда пистолет в кармане. На случай нападения грабителей не мешало бы тебе завести оружие». Джерри усмехнулся с чувством определенного превосходства. «А у меня пока нет врагов в этой стране». «У тебя, да, но не у твоих денег. Лучше обзавестись оружием заблаговременно». Джерри сообщил своему компаньону, что в карманах у него всего лишь три долларовых билета до несколько монеток мелочи, и храбро устремился на улицу, где все старались обогнать друг друга. Душный августовский вечер был пропитан запахом асфальта. Люди торопливо возвращались с работы домой, чтобы заняться воспитанием детей. Джерри остановился было у витрины, но тотчас же получил тумака и справа, и слева. В спальне Нью-Йорка было людно и тесно. Он свернул в тихий переулок, где на тротуарах сидели негры, занятые болтовней. Цвет их кожи сливался с чернотой окружающего пейзажа. Бродячие собаки, роясь в кучах набросанного повсюду бумажного сора, искали что-нибудь съедобного и подчередно подбегали к маленькому киоску, чтобы поднять около него ту или другую заднюю лапу. В киоске продавали фрукты и газеты, духи и открытки. Джерри продолжал путь, полагаясь на свою память и способность ориентироваться. В какой-то подворотне заливался горькими слезами мальчик лет двух. Джерри нагнулся и дал мальчику цент. Когда мальчишка увидел, что монета медная, он швырнул ее с презрением на мостовую и заревел пуще прежнего. Джерри был в глубине души чувствительным человеком. Он любил птиц и детей. Голуби означают мир, а дети приносят своим родителям снижение налогов. Джерри погладил плачущего ребенка по плечу и спросил о причинах его горя. Мальчик оказался откровенным. Он прекратил на минуту плач и ответил. — Отец обманул меня! Он сволочь! — Ну, деточка, не надо так говорить об отце! — Конечно, он обманул меня! — продолжал мальчик упрямо. — А что же он сделал? — допытывался Джерри. — Купил мне воздушный шар и сказал, что это самый большой шар в мире. — И ты не рад? — Нет, у Томми шар еще больше! Джерри одобрительно улыбнулся и пошел дальше. Мальчишка повалился на спину и заорал еще громче. Казалось, у него были величайшие в мире детские легкие. Обитатель какого-то подъезда вышел и загородил дорогу Джерри, требуя сигарету. Джерри полез в карман и невольно вспомнил мудрый совет мистера Риверса. Заведи себе оружие, ибо тут ежедневно что-нибудь случается. Джерри не любил оружие и даже как-то побаивался его. Он умудрился и действительную военную службу пройти невооруженным. Но ведь то было в старом свете, где прогресс идет такими медленными шагами. Начало смеркаться. Джерри повернул назад и старался идти по самому краю тротуара, держась подальше от домов. Вскоре его внимание привлекла витрина маленького игрушечного магазина. И вот замечательная находка. На витрине среди всякой мелочи лежал хорошенький молоточек. Джерри живо вспомнил сапожника Ионаса Суханена, имевшего мастерскую на окраине города Куопио. Маленький чудушный человечек, полтора метра росту, Ионас Суханен всегда носил в нагрудном кармане молоток, как средство самозащиты. Джерри зашел в магазин и спросил, сколько стоит молоточек. Торговец внимательно осмотрел игрушку и очень любезно ответил. — Цена молоточка — пятнадцать центов. Но ради рекламы я вам продам его за десять. Зверните. Лавочник был человек пожилой, худощавый, с морщинистым лицом. Нетрудно было заметить, что он мастер своего дела. Он проявлял исключительную вежливость и безропотность при необыкновенной разговорчивости. Его лицо напоминало высушенную сливу, давным-давно не видавшую солнечных дней. — Это отличная игрушка для ребенка, — произнес он радостным голосом, заворачивая молоток в бумагу. — Превосходная игрушка, лишь бы только дети не разбили им окна и не стали колотить друг друга по голове. У вас много детей? — Нет, не очень много, — ответил Джерри почему-то краснее. — Двое или больше? — Собственно говоря, не одного. — Прекрасно, я понимаю, ваша супруга в ожидании. Это очень разумно, купить игрушки заблаговременно. Только бы родился мальчик, хотя и девочка ничуть не хуже. И с теми, и с другими одинаково много забот. Пока дети малы, у родителей от них вечно болит голова, а когда они вырастают, у родителей начинает болеть сердце. — Нет, сам-то я не могу ни на что пожаловаться. Нет, у меня два сына и дочь. — Прошу вас, — перебил Джерри, давая лавочнику десять центов. — Спасибо, сэр. Вы говорите так культурно. Вероятно, вы учились где-нибудь? — Да, в какой-то мере. — Может быть, и в университете, сэр? — Несколько лет и в университете. — А вы, наверное, учитель, сэр? — Да, сэр, вы угадали. — Вот видите, сэр, — продолжал старик бодро. Я встречаю так много людей, что научился распознавать профессию каждого по движению рук и по манере говорить. У вас руки и речь учителя, не так ли? Мои сыновья тоже в университете. Фрэнк уже на третьем, а Эдвин на втором курсе. Фрэнк делает отличные успехи, просто великолепные. Его портрет даже помещали раза два в газетах. У него есть будущее. Заметьте, будущее. — А что он изучает? — Изучает? Я не знаю, но он уже сейчас капитан футбольной команды. Ах, сэр, какая это радость для родителей. Ну, конечно, и у Эдвина тоже есть возможности. Он играет в баскетбол. — Так, значит, они ничему не учатся? — О чем вы говорите, сэр? Я же вам только что ясно сказал, что они в университете. — Ну, неужели они не имеют в виду изучить какую-нибудь профессию? Теперь торговец игрушками исчел своим долгом изумиться. Он глядел то на руки, то на лицо Джерри, словно недоумевая, как на этой глупой голове еще держатся волосы. Он бросил десятицентовую монету в кассу и подошел поближе к Джерри. — Сударь мой, — проговорил он, стараясь придать своему голосу наиболее вразумительное звучание. — Но может ли быть у молодого человека более блестящее будущее? — А если мои ребята уже не смогут с успехом играть в футбол, они всегда будут иметь возможность сдать какой-нибудь экзамен. Эдвин подумывал о том, чтобы экзаменоваться на врача. — Ну, это долгий путь, — заметил Джерри. — Да, по-видимому. Эдвин полагал, что на это может уйти года два. — Вероятно, он хотел сказать «два десятка лет». — Нет-нет. Сын моей родной сестры сдал на врача в течение одного года. Кстати, меня зовут Кроникапеллос. Я родился в Греции. — А ваша фамилия? — Финн. Я рад познакомиться с вами, мистер Кроникапеллос. — Так вы, значит, Финн. Я знаю нескольких финнов здесь, в Бруклине. — Альберт Финн, между прочим, исключительно похож на вас. Сейчас он сидит в тюрьме, Синг-Синг. — Он ваш родственник, сэр? — Нет, сэр. — Потом я знаю еще Ивана Финна. Красивый парень. Попался год назад за похищение человека. Он, вероятно, родня вам. — Нет, сэр. — Еще Джерри Финн тоже довольно похож на вас. Пожалуй, чуть-чуть повыше. Парню здорово не повезло на прошлой неделе. Попробовал ограбить банк и сразу попался. Может быть, он вам родственник? — Да, конечно. Джерри почувствовал, что краска заливает его щеки. Он засунул игрушечный молоток в карман и продолжал коверкая слова. — Мистер Кроникапеллос, мне было чрезвычайно приятно познакомиться с вами. Возможно, это не последняя наша встреча. Я Джерри Финн. Торговец игрушками отпрянул от собеседника, перекрестился и, широко раскинув руки, бросился загораживать кассу своим телом. Его гладкие, быстро катившиеся слова понеслись еще быстрее, наталкиваясь друг на друга, а мысли закружились каруселью точного воображения женщины, которая начинает действовать сразу и неудержимо, стоит только мужу поздно явиться домой. Джерри поспешил выбежать на улицу, где ярко раскрашенный рекламный автомобиль в два громкоговорителя расхваливал лучшую в мире зубную пасту. Дойдя до сорок первой улицы, он почувствовал себя почти как дома. Но пейзаж изменился. Ослепительные огни рекламы создавали потрясающе красивое впечатление пожара. Августовское небо, черное с красным отливом, точно задняя стена ада нависала над пропастью улицы. Нью-Йоркская спальня зажигала свои светильники, люди готовились ко сну. Джерри взглянул на часы, было без четверти семь. Он замедлил шаги и стал разглядывать витрины. Вдруг до него донесся странный шум, ропот толпы. Пешеходы остановились. С десяток полицейских автомобилей прокладывал дорогу для рекламного шествия. Через минуту на горизонте появилась украшенная розами открытая машина, стоя в которой толпу приветствовал молодой человек в белом смокинге, окруженный четырьмя девушками-манекенами. Публика была в восторге. Она любит зрелище, как сумасшедший любит отплясывать польку. Но гражданин вселенной Джерри Финн недоумевал. Он никак не мог понять, в чем же тут дело. Когда какой-то молодой Верзилла больно наступил ему сразу на все пальцы левой ноги, Джерри осмелился спросить. «Простите, что здесь происходит?» Верзилла сошел с ноги Джерри и посмотрел на нашего героя сверху вниз. Рекламный автомобиль был уже совсем близко. От одобрительных возгласов публики едва не лопались барабанные перепонки. Джерри заметил рядом в толпе старенького господина и попытался получить разъяснение от него. Господин ответил сухо. «Разве у вас плохое зрение?» В разговор включились двое подростков с ломающимися голосами. Они окинули гражданина вселенной оценивающим взглядом и прыснули с осмеху. Один из них сказал «Держу пари, что этот парень только что явился из Техаса или из Алабамы и никак не разберет, что творится в Нью-Йорке». Второй поддержал «Да, должно быть, он из глухой дыры, раз даже Билли Бэнкса не знает». Джерри показалось, что он родился где-то на краю света. Он хотел было сказать этим юнцам два-три цивилизованных слова, но тут к нему обратился давешний господин. «У вас, вероятно, неудачное место. Неужели вы не видите нашего парня Билли, радость и гордость всего Бруклина?» «Простите, пожалуйста, мою неосведомленность», — смиренно заметил Джерри, «но я, к сожалению, не знаю, кто такой Билли Банки и чем он знаменит». По лицу господина расползлась блаженная улыбка человека, получившего возможность кого-то просветить. Он небрежно закурил сигарету и принялся рассеивать тьму невежества. «Билли Бэнкс — один из парней Бруклина. На днях он установил мировой рекорд. Прошел от Бостона до Нью-Йорка на руках за две недели. Но этот не каждый способен. Нужна хорошая закалка. У Билли она есть. И вот парень разбогател. Сегодня опять ему отвалили сто тысяч». «За что же?» — наивно недоумевал Джерри. «За то, что он теперь будет служить рекламой всемирно известного шпината Пеп-Пеп. Перед мальчиком открылось будущее. Радио и телевидение дерутся за него, а Голливуд уговаривает сниматься в фильме». Толпа стала рассеиваться, поскольку большая часть публики поспешила в догонку за Билли Бэнксом, героем Бруклина, открывшим путь к славе и богатству. Джерри был чрезвычайно благодарен незнакомцу за полученную информацию. «Благодарю вас, сэр», — произнес он любезно. «Разрешите только задать один вопрос». «Пожалуйста». «Вероятно, этот Билли Бэнкс больной или инвалид?» «Почему же?» «Я подумал, что, может быть, у него ноги парализованы или что-нибудь в этом роде». «Нет, насколько мне известно, нет. Он воплощение здоровья. Вы же только что видели сами, как он встал на сиденье машины и приветствовал нас». «Совершенно верно», — согласился Джерри как-то рассеянно. «Однако я никак не могу понять, зачем нужно человеку ходить на руках, если у него здоровые ноги». Светоч познания швырнул сигарету и сердито посмотрел на Джерри. Затем, отвернувшись, он пошел прочь, повторяя про себя. «Невежда. Не понимает, что значит делать деньги». Джерри чувствовал себя ничтожно маленьким, когда, наконец, остановился у двери, на которой красовалась шикарная дощечка. Доктор Исаак Риверс, хиропрактик.